Уже моет следующую промоину. То есть, я думаю, завтра к вечеру, если будет потепление, всё повторится заново. Житель села Андрей Макаров говорит, такой весны не помнит. Дорог на улицах как будто не бывало. Не проехать, не пройти. Сейчас воды практически уже нет. Остались промоины и обвалы. Людей топит. Выйти невозможно, кроме как на УАЗик. На УАЗике не проехать. Жители улицы Толмачёва, вот здесь она находится. Данная улица не засыпана. Кроме как на вездеходах проехать невозможно. У них дети инвалиды. С наступлением плюсовых температур снег в полях начал таять. На дорогах образовалась метровая колея. Вода ушла, а грязь по колено. Бушующие потоки талой воды подмыли опоры линий электропередач. Провалов с каждым днём становится всё больше. Были ежегодные промоины. Ну как, они были не очень, ну сантиметров 80. В прошлом году метр 20 были, да? Где-то метр 20. Но они были узкие. Ну сантиметров 40-50. А в этом году вообще, вы сами видите картину. Вчера частично вот тот обвал произошёл, а ночью уже вот этот весь обвал прошёл. В местной администрации говорят, при строительстве этого микрорайона не учли возведение водосточных каналов. А чтобы сейчас заняться водоотведением, нужны немалые средства. Село находится на Косогорье, да, вот проблема существует. Конечно же, при проектировании села необходимо было сразу же и делать помимо дорог, и водоливневые стоки, и водоотводы. Сейчас это сделать очень сложно. По последним подсчётам, которые мы производили, скромным подсчётам, это необходимо около 15 миллионов рублей, чтобы организовать водостоки вот в этой части села Краснотуранск. Сейчас дорожники отсыпают крупные провалы скальным грунтом. Местные власти говорят, если пойдут дожди, не исключают повторный паводок. А чтобы начать строительство водоотводных каналов, надеются на помощь Краевого центра. Ольга Максюшина, Станислав Берки, Новости.